Всем привет! Продолжаем гулять по моему маленькому городку Петербургу. Хочу вас познакомить с домом по адресу Некрасова 11. Изначально здесь стоял дом, который построил полковник Карл Лишерд в 1804 году. Он приобрел землю по распродаже гвардии Преображенским полком своих владений на исходе 18 века. Данное я беру из сайта CityWalls и прекрасной книги Иванова «Дома и люди». Я просто обязан это, конечно, рассказать, потому что я задерживаю выдержки и из этих книг, и из различных других изданий. Так вот, построил здесь дом Карл Лишерд. Раньше называлась просто эта улица 9-й ротой. Продается дом в 1804 году. Приобрел ее полковник русской службы граф Морелли. Они дотическую историю рассказывали про графа Морелли. Как-то Потемкин узнал, что есть во Флоренции скрипач граф Морелли и послал туда своего адъютанта для того, чтобы тот его выписал в России, ну и чтобы он здесь играл на скрип. Туда поехал адъютант, приехал к этому графу, но граф его, мягко выражаясь, послал. Что делать? Не возвращаться же, как говорится, пустым. Тогда этот адъютант нашел какого-то бездомного, который, в принципе, прилично играл на скрипке. Сказал, ты будешь граф Морелли. Понял? Тут не понимал ничего по-русски. В результате он привез его к Потемкину. Потемкину он очень понравился. Понравилось, как он играл на скрипке. И в результате был принят на службу под именем графа Морелли. И дослужился до полковничного чина. После этого вообще просто ситуация шикарная. Женился на внебрачной дочери иклеринского вельможи Лагина и приобрел собственную недвижимость в столицу. Обалденная история, да? Живот так, из грязи в князи. Ну, так вот он владеет им. Участком владеет. Но через некоторое время его покупает Василий Романович Марченко. В то время правитель дел комитета финансов зле и шеврака Рокчеева. Его называли почтенный и достойный человек, который выбился из канцелярских служителей в государственные деятели. В 1833-1834 годах Марченко возвел трехэтажную каменную постройку со стороны сада. Поставил перед домом чугунную решетку и устроил палисадник. После смерти Марченко домом несколько лет владеет его вдова. А в начале 1850-х годов он переходит к коммерции советника Василия Александровича Кокарева. Ну, тоже интересная судьба у человека. Родился в 1817 году в семье мещанина, которого служил сидельцем в кабаке или, как говорили тогда, целовальник. А целовальники – это должностные лица в русском государстве, которые выбрались в земщины, в уездах, на посадах для исполнения судебных, финансовых, полицейских обязанностей. Это избранный человек. Он клялся выполнять свои обязанности и в подтверждении целовал крест. Ну, вот отсюда и появилось кое-слово «целовальник». Ну, и с детских лет Василий помогает отцу, приобрел большую опытность, необходимые навыки к винному делу. Проезжает в столицу, поступает простым подавцом в винную лавку, но благодаря исключительному уму и энергии становится откупщиком и наживает громадное состояние. Он основывает банки, страховое общество. Первым начинает добывать нефть на Кавказе, строит уральскую и горнозаводскую дорогу. И в 1860-х годах Кокарев уже крупный промышленник, обладатель многомиллионного капитала. Но и либеральный деятель. И вот его заносит черный список подозрительных лиц московского генерал-губернатора Закреевского. Он приписал напротив фамилии Кокарева «Западник, демократ и возмутитель, желающий беспорядков». А в письме к графу Орлову он относительно Кокарева говорит так «Давно бы пора унять этого вредного чистолюбца, который при истечении счастливых обстоятельств выскочив из целовальников и приобретя своим кабасским богатством значение в обществе, особливого народа и связи между литераторами, не в первый раз уже смеет печатать свои уроки, править. Вот такое мнение было Кокареве. В 1869 году Кокарев продает участок другому промышленнику Петру Федоровичу Семенникову, совладельцу Невского литейного механического завода. Семенников долгое время управляет золотыми приисками на Алтай, приятелем и однокашником по фамилии Полетика. Возвращается в Петербург уже богатыми людьми он и Полетика. Развернули широкое производство, пользуясь своими связями и деньгами. Сумели получить крупные заказы на изготовление паровых военных судов, а затем и паровозов. Петр Федорович решил перестроить дом. Для этой цели был приглашен модный архитектор-академик Кей, который недавно перестроил для другого столичного криоза, фабриканта Козалета дом на английской набережной 6. Дом перестраивается в так называемое Третье Барокко. Стиль, особо излюбленный богачами с обильными литрами украшениями и т.д. В результате обыкновенный дом перестраивается в палаццо новоиспеченного генерал-майора. Семенников прикупил смежный угловой участок на бассейн Надежинский, став таким образом хозяином целого квартала. Но, к сожалению, недолго прожил, потому что, видимо, много пил и много гулял. Кончался в возрасте 53 года. Прошло несколько лет, его вдова Зинаида Николаевна вышла замуж за чиновника Полежаева. После ее кончины все состояние перешло к дочери от первого брака Ольги Петровны Кушелевой, которая жила в доме с двумя неженатыми сыновьями, служившими ротмистрами в колерейских полках. Пришла революция и благополучному существованию Кушелевского плана пришел конец. В пустевшем особняке сначала обосновался антикварный магазин Бюро искусств, который торговал частной коллекциями тех людей, которые уезжали из России. Немного позднее, в 18-м году, здесь открылся Дом литераторов. Он был очень знаменит, а просуществовал до 1922 года. Вот как о нем пишет поэт Георгий Иванов. На проклятой богом территории Северной коммуны, где людям, не желавшим или неумевшим шагать в ногу с пролетариатом, оставалось только ложиться и умирать. Был создан и отгородный клочок, где они могли не только как-то кормиться, не только греться в относительном тепле, но это было самое важное дышать. Вот так говорил поэт Георгий Иванов. Частенько здесь бывал Гумилев, который говорил, хожу сюда каждый день, как лошадь в стойло. Блок часами простаивал в очередях замороженной картошкой, которая торжествующая и нес потом к себе домой. В доме литераторов устраивались лекции, концерты и литературные вечера, охотно посещавшиеся многими окрестными жителями. Георгий Иванов пишет, помещение было безобразное и неудобное. Зало обито и выглянившись штофом, деревянная огромная картина с пастеном. Мебель была мало, тоже плохое и роскошное. Зато при доме прекрасной старой садки насытившиеся литераторы любили прогуливаться по его аллеям, разбирая курьезные надписи на собачьих могилах. Ну, вот примерно все, что я нашел в интернете, на сайте CityWalls и книге Иванова «Дома и люди», которую я озвучил в маленьком видео, чтобы вы знали, кто жил на улице Некрасова, дом 11. Все, всем пока, всем привет, до свидания, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok